Всем привет! Этим ярким участникам фабрики звезд прочили большое будущее. Их хиты постоянно крутились по радио, лучшие продюсеры подписывали с ними контракты. Казалось, что скоро весь мир будет у их ног. В общем, ребята красиво бросились в бой покорять шоу-бизнес, но в итоге так и остались артистами одного хита. Выпускница второй фабрики звезд Мария Ржевская запомнилась поклонником, пронзительным взглядом, довольно странным видом и песней «Когда я стану кошкой». После шоу Маша вышла замуж за помощника продюсера Игоря Крутого Илью Кормильцева, родила дочь Элизу Фредерику и улетела в Лондон, где теперь играет в театре и снимается в артхаусном кино. По этим строчкам многие сразу вспоминают хит «Понарошку». А вот его исполнителя, выпускника фабрики звезд 4 Юрия Титова, помнят далеко не все. Звездой шоу-бизнеса Юрий так и не стал. Шесть раз он безрезультатно пытался попасть в проект «Голос». Титов по-прежнему занимается музыкой и выступает в клубах и караоке-барах. Исполнительница хитов для караоке «Помаленькой» Жужу или пианист Елена Кукарская была любимицей наставницы «Фабрики звезд 5» Аллы Пугачевой. После шоу подписала контракт с продюсером Максимом Фадеевым, а затем пустилась в одиночное плавание и пропала из виду. Елена не появляется на телевидении, на радио не ставит ее песни, но гастролировать она продолжает. Выступает Кукарская в основном в ДК российских городов и сел с романтичными названиями «Бердюжья», «Камышалов», «Сухой лог» и «Аромашево». Антон Зацепин прославился хитами «Книжки о любви» и «Широка река», который до сих пор и поет на различных городских праздниках в ДК и клубах. Новые записанные Антоном песни пока не смогли повторить успех его хитов времен «Фабрики звезд». Зная обо всем и зная обо всем, вы это смотрите, обещаю я, Антон Зацепин. Девушка с ангельской внешностью Александра Чвякова спела песню «Где же ты?» под псевдонимом Алекса и могла стать кумиром российских школьниц, но так и не стала. После проекта она увлеклась экспериментами с внешностью, которые не пришлись по душе ее старым поклонникам. Уже в новом образе и с помощью продюсера Яны Рудковской Александра попробовала завоевать новую аудиторию, но попытка оказалась безуспешной. Сейчас Алекса занимается дизайном ювелирных украшений для собственного бренда. Ласковый мерзавец, сладкий на все сто Пьер Нарцисс из Камеруна так бы и остался в памяти тысяч россиян тем самым шоколадным зайцем из «Фабрики звезд», если бы не недавний скандал. В прошлом году радиоведущая Марья Анна Суворова обвинила певца в жестоком изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения. В итоге артист стал частым гостем разоблачительных ток-шоу, в которых появлялась и его супруга Валерия, рассказавшая о семейном рукоприкладстве. В итоге Пьер Нарцисс признал свою вину, встал на путь исправления, а теперь пытается быть образцовым отцом и мужем. Why? Птицы в небе, why? Рыбы в море, why? Ты во мне? Эффектная блондинка с саксофоном, финалистка «Фабрики звезд» Аллы Пугачевой Ирсон Кудикова, основала собственную компанию Ирсон Продакшн и самостоятельно занялась своей карьерой. Ирсон работала в Лос-Анджелесе, сотрудничала с американскими рэперами. Правда, вот уже 8 лет новые альбомы она не выпускает, а в основном занимается бизнесом и воспитанием троих детей. Рыжеволосая оторва Александра Балакирева так и не стала русской Аврил Лавин и вообще исчезла из медиапространства. В составе группы «Куба» Саша спела довольно успешной композиции «Кошки-мышки» и про маленького мальчика. Но дальше дело не пошло. Три года назад Балакирева напомнила о себе, появившись в проекте главная сцена. Майк Мироненко пришел в «Фабрику звезд» сразу после школы и покорил девушек пронзительным исполнением лирической песни «Если ты уйдешь». После проекта Майк поступил на актерский факультет РАТИ, но так и не добился большого успеха ни в актерской профессии, ни в шоу-бизнесе. Сейчас Мироненко работает ведущим развлекательных мероприятий. Финалистка проекта «Фабрики звезд 2» Елена Терлеева регулярно записывает новые песни, но об этом широкая публика не догадывается. Пока певице не удалось выпустить хит популярнее песни «Солнце», получившей музыкальные награды в далеком 2007 году. На сегодня все. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok